Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 но может быть получится все-таки то есть не все приедут ну вот а вы говорите нет барнаульские то все будут крестовозвиженская большая каша домашняя да ваша да ой каша картошка масло до молоко да конечно об этих прудах но мне кажется ее кушать меньше чем на 40 сентября можно делать я в табуське узнал про эту рыбу основатель этого детского лагеря что без помощи государства ни одной копейки это тысячи детей побывали вот и есть вопросы детские решаются в одном начиная слова проблема я вообще не произношу и не люблю это все глупость есть нерешенный вопрос а он легко решается с богом хоть дети без призорности ну давайте в каждом селе образуем лагерь детский детские как же это дома все решилось сегодня большой вопрос стоит с евреями там борьба там что согласен бороться надо все захватили да какая оружие только одно любовь другого нам не дано при всем нашем патриотизме мы должны все таки склониться и посмотреть что в евангелии говорится вот ко мне привозят человека очень известный чистопородный еврей отцу на уезжает мы побыли вместе но не больше двух часов он вышел жизнь его стала другая теперь он батюшка полученец патриарха Юлии второго это мой крестник наум израилевич пусть через каждый священник один придет еврей да не просто так приложится а поистине понимающий православие вот в моем доме пришел человек у которого даже нужно сказать что он был таким настоящий военный следователь КГБ и когда мы первый раз арестовали они меня просто жали вот этот наш человек это вы его погубили вот сейчас батюшка отец Василий ну пусть через каждого я не говорю не линейный я-то не линейный но через священника один придет сотрудник КГБ и вопрос решен нас никто не будет преследовать другое говорят вот комсомолий как ну вы знаете Кришнарих-то один голову отрезал отец в творе Яковлев Ярованах он в моем доме пришел от обоюрных племянниц условно а как это может быть? никак на помощь Божья надеюсь на помощь свою надеюсь Господь у пророка Иеремии есть такое место одно он говорит о Дане Дане это колено из которого придет антихрист и так что аспид укусит его и всадник опрокинется назад в пророк а дальше в точке на помощь свою надеюсь Господи то есть спасение никакого нет антихристы и беря но спасение возможно с Богом есть такое выражение большинство там где Бог вот как важно пока не искривлено дерево правильно его привязать к нужному крепкому чтобы оно прямое росло я не два года не три а пятьдесят первый год как проповедник миссионер в моем доме пришлось только баптистов адвентистов большинство из них батюшками старые в Москве служат близкие мне люди а пестовых помните пестовых помните пестовых 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 все захватило согласен и Бог меня посылает туда куда нельзя проникнуть я буду сейчас взятки давать ну дайте мне с заключенным поработать я здесь 17 лет сотрудничал в тюрьме я имел доступ как никто не имел к смертне приговоренному у меня близкий знакомый был прокурор края Параскун такой генеральный финанс мы очень близкие были у меня не было ни одной просьбы которую он не удовлетворил потому что потеряя все это имя рука был мэр города Баварин ко мне приезжал это тоже близкий человек и когда меня спрашивают что в вашей жизни было самое большое столько пришлось перетерпеть я узнал как много убого добрых людей и второе почему-то они мне встретились и третье почему-то они приняли самое активное участие в моей жизни вот говорят там евреи ну согласен но евреи мне всегда помогают потому что удивительно и не какие-то евреи а главные банкиры края это даже никогда не подумаешь при том я не прошу он сам вызывается и помогает знаю что я христианин и помогаю для христианского дела он сейчас в другом месте живет он сейчас в другом месте живет значит выход везде и всюду говорят как с мусульманами бороться там все захватили любовь я вот работаю если с мусульманами то мусульманами должны увидеть что с Христом лучше не сравненно нежели с кем-то другим говорит ну позвони попозже попозже через час хотя бы вот когда говорят алло или слушают я в тюрьме услышал такое слово говори когда получают почему ни одной минуты не тратить никуда кто-то кого-то ищет в камере и кричит такого-то мне нужно и называет там Василия или кого-то и тот откликает говори то есть речь идет в секунду иначе там застукали тебя кажется ему уже главное сказать и я понял терять время нельзя кто звонит я всегда отвечаю говори я слушаю говори вот с преступностью надо бороться закончу этим я нахожусь допустим я в тюрьме ходовал за слово Божие в Джамбуде я никого ни разу в жизни не просил молиться со мной ни разу ну вот я утром ну ночь моя я ночью стою заходишь это все в нарах там 70 человек в маленьком затаренном пространстве и вот так вот дверь вот так вот точно заходит и я нахожу вот это вот место а вот это вот идут шковки это кровати и вот только такое место я только к всем обращаюсь скажите я Вам не помешаю здесь если будут да что ты отец тут я буду молиться и вот утром мне говорят подходят и можем мы с Вами молиться будем сейчас 7 человек с Вами на колени становились ночью молились ночь моя у меня вот мы встаем 4.40 всегда встаем но там когда перед арестом я просил у Бога одного Господи дай двух молитв и ровно в 4 без часов там свет день и ночь горит ровно в 4 до минуты Бог понимает вот какое чудо чудо это жизнь наша сама по себе чудо и вот он обращается заместитель директора ему большой срок грозит и он обратился в детки надели прокопьев город бис нас дня два потерпели сразу от всей этой команды отсекли в отдельную там в отдельную за каюту камеру и мы двое и вот теперь он покаялся и что делать отец и гнать мне такой срок грозит я говорю давай по порядку лошадь дьявола правда от Бога Володя ты не правду говорил следователь но правду скажу меня вообще не выпустят вот зам директора был и куда аппаратура вся ушла из того там первая секретарь я говорил со лжецами Бог дела не имеет написано лжец царствие Божие не наследует это 21-27 откровения я на богослов дальше дьявол есть отец всякой лжи отец ну а что делать вызови следователя прокурора и убери все что ты сказал теперь говори у тебя два варианта один говори все или ничего Иисус не обещал пример для нас ложь не должна быть он говорит вы знаете что условно дали а первым делом он сказал главная аппаратура ушла начальнику КГБ генералу по кого они будут судить он боялся боялся зря и когда я ему рассказал как у нас дети во время молитвы малину берем ну каждому я даю здесь за дикое малино кружку набрать отходят дети и говорят а вот Кирилл говорит он не берет малину он только ест ее я говорю не то что я через это лесополосу кулу подошел ременных там а он ягодку берет святые Божие святые крепкие я потихонечку между кустами отошел не трожься он берет это столица и все будет окуплено он берет главное заметить у ребенка тягу к Богу и когда вот это вот говоришь ну как это Бог дает он дает не меры написано дает с избытком и не за наши заслуги а за то что он любит нас мы искуплены им кровью его святое омыты мы бесценны есть такое выражение одна искупленная душа дороже целого мира полного золота вот мне многие говорят вот с детям не бойся ни день ни два сорок первый год зачем тебе это нужно на меня сколько уголовных дел возбегали за детей там избиения изъебательства там какие то я подавал в суд все процессы выиграл ничего нету мало того местный прокурор Сухов был а ему прокурор этот я обратился за помощью приезжает купил продукты и сам носит их и у меня всыпает прокурор назначает комиссию приезжает следователь Жабина она зам судей мама с форейона осматривает детей какие то избиения ничего нету и она спрашивает а моего ребенка возьмете в лагерь понимаете вот это Бог дает это невозможно вот четыреста сел на Алтае порушено четыреста никому не надо ничего в чем мы удивляемся Путин Путин там открыл дорогу в средней Азии земля то пустая она не будет пустая нам никогда этого не позволят но если международный комитет трехсот мировое правительство решает что 15 миллионов славян остальных поднож пустить ты не удивляйся в руке Божьей все но мы сами показываем что так жить нельзя ну нельзя а что нужно а заповедь то первое какая до Бога до всем умом до всем сердцем до всей крепостью возлюбить а хочешь узнать как мы же эгоисты всем царство надо а через любовь ближе мы через самоотвержение твой эгоизм спаляется весь сегодня об этом Иоанна Долтоуста читали проповедь и вот я хотел вам сказать ко всем у Иеремии пророка есть такое слово если изнечешь полезно изничтожного сделает тебя то есть какую награду Бог за это дает это трудное дело как в мои уста как в Божьи уста то есть твое слово будет принимать не как от Ивана Максима там Игнатия Акима от Господа Бога вот научиться нужно когда люди к нам приходят что-то спрашивают они не к нам пришли они пришли узнать Божий ответ и поэтому нужно подвести к Святой Библии показать изотолкование святых отцов Библии многие держат и там-то все мы имеем неоценимое еще людьми сокровище православной веры я вот с батюшками разговариваю иногда скажите что у нас самое ценное в православии ну ты хочешь что-то я тебе скажу пятьдесят человек давайте выходят первые из храма или вторые там вместе с вами пятьдесят у баптистов пятьдесят адвентистов и обратимся к людям которые их знают нам нельзя становиться рядом мы позорные у нас и пьют и курят и матерятся они живут свято они чисто живут но они не церковь они мне никак не могут это простить я говорю ну батюшки скажи что у нас самое ценное в православии ну что свящие мощи тесные ходы храма нет самое ценнейшее что у нас есть это рукоположенное священство вот что нужно ценить и второе это толкование святых отцов и соборов это все в одном ходе вот самое наиценнейшее что мы должны беречь лиреет и говорим душу положить за это где нет священства от апостольских времен рукоположенного там нет церковь говорят ну а где граница церкви граница есть я скажу вам и всем понравится это а как считаете католики церковь со многими елесями они нисколько не лучше нас но у них есть священство идущее григоряно-румянское апостольское вот начинает потеряла там он молился с этими ну и что да вот он виноват его там надо ну как молился в алтаре стоял молился ну не за что прям привязывается нехорошо это во-первых неправильно они уверовали на пятьсот лет раньше нас григоряно-армяне я никогда не буду григоряно-армяне но надо реально посмотреть имеет ли не священство ты не знаешь спроси подверг и кирилла если имеешь к нему какое-то доверие то да это апостольская церковь это вот граница и третья копская и сферская вот пять все дальше за пределами вот этой грани все уже не церковь какие бы хорошие не были но для меня я так научен вырос это православие и вот если изничтожное изничтожное господь говорит сделай как мою стару вот допустим ну вот кривое дерево растет мы эти все пилили из них все построили детский лагерь там ничего нету ни рублян государства сорок первый год это не два дня это надо и кормить ни одного отравления ни одной болезни ни одного повреждения ну давайте в каждой семье образуем это все детская преступность все кончилось конкретно бог то судит нас не только по словам но и по делам конечно будут тебя друзья это определенно но будут и противники а для чего испытать нашу веру чтобы без искушения было у православных как Антоний Блюн повторял эту празу не терпишь искушения Богу не угодно это дело а он не от себя брал это еще тартулярное дело искушение то есть испытание непонимание тебя ведущий твой хлеб поднял в пяту это естественно заложено дерево которое отдельно где-то вырубил вокруг нее деревья то его в следующий ветер уже повалил а оно внутри когда стояло оно крепкое а которое на горе его вообще нельзя повалить и вот всеми ветрами колышется и поэтому самые крепкие христиане были только там где было гонение мы не хотим этого гонения такой свободы в России никогда за всей истории не было но история подтверждает кровь христиан была семенем христианства это не нами сказано это первый второй век тартуляна но так что его надо что просить не надо надо знать это вот перед 249 годом новой эры от рождества христова 40 лет было мирный покой как вот сейчас перестройка и христиане бросились университеты защищать докторские ну видим по тогдашнему все народ расслабел до невозможности и друг деки 249 год с сильнейшим гонением ударил три года но за три года церковь полностью обновилась и 251 год церковь как алмаз засияла его убили и все это история нам говорит и поэтому то что сейчас готовится гонение это понятно будет не надо написано не страшитесь и не бойтесь благословляйте Бога сохрани Господи священство нам и чтобы мы не отступили от толкования святых отцов вам молодым не семинария будет нужна целая жизнь чтобы понять творение святых отцов это 300 томов полиантов я вам покажу сейчас где я здесь был вот до ареста первого я насчитал библию она в интернете стоит везде все архипелаг булак и примерно 50 книг 12 томов златоуста 12 жития я покажу комнатку несколько квадратов где это все происходило я скажу что люди это многие понимают вот она снимали фильмы ну некоторые не знают фильм называется «Пречувствие» режиссер он в краевой администрации был Кузнецов фильм занял первое место на международном киноконкурсе три документальных фильмов по православии это не наша оценка то есть самая сердцевина так чтобы мы познали Христа второй конкретно здесь снимали весь фильм «Златоусы с потеряевкой» в моей биографии фильм занял первое место в России там ничего нет кажется но все понимают без этого вообще ничего нету и вот я хотел бы чтобы вы остались может еще побеседуем особенно наводник природы показать лагерь кельи кельи это где дети находятся нас сжали не знаю как вдруг приезжает зам главы администрации что еще такой Яков Нахманович а он мне когда-то операции евреев нельзя делать операции и прочее кому он есть такой он мне сделал операцию я живу и вот он здесь приехал а другие которые санэпидемстанции это главный враг мы не подходим вообще не подходим они там надо капель ну какой капель глина у меня глина замазанная и все а он приехал и начали брать исследование пошел на колодчик где у нас колодец попил вода прекрасная там дали хлеб открыли холодильники сидим на пруду а он своим и говорит а то хорошим был краевая санэпидемстанция они прям зубами на меня скрежетали но они ниже его не слушают он говорит ниже ниже ничего особенного у нас в Украине в таких мазанках жили но вы помните что бывает инкубационный период болезни к вам привезут ребенка больного но он как бы здоровый поэтому ну какую-то проверку надо делать мы делаем какая наша возможность то есть помощь пришла с той стороны откуда они ждали замглавы администрации притом юрей и все а было сколько 15 комиссий за два месяца государственных комиссий чтобы нас закрыть в этой милиции ФСБ он приехал после него больше ничего не было сколько лет я уже не знаю в 99ом да вот считай сколько лет поэтому помощь придет откуда ты даже не чаешь и если бы заранее сказать и не поверил как это такой чин и в чем он тут будет делать то у нас а нас преследовали они просто безумно вот приезжают разложили документы нет освещения у меня огромная ртутная лампа освещает опровергайте через суд кого опровергать заходят белье не стеррано у нас постеррано поглажено лежит опровергайте через суд то есть что угодно и вдруг помощь приходит куда российская газета путинская москва огромную статью с фотографиями печатает снегирева какая-то так они зубами скрежетали искали ольга шевчук главный редактор барульска алтайской правды кто написал статью кто дал материалу туда болтай развернут шабошь не чистой силы против православного лагеря и все отхлынуло но с этим после статьи как раз шоих и приехал заранее сказали как нам отбиться от них чтобы они нас не трогали не задевали вот стали строить потеряевку тогда была еще партия и приехал Куфаев кто латайский я не знаю первый секретарь райкома а? первый секретарь райкома кстати а какие люди он приехал ребята у нас есть брошенные села где там инфраструктура целые дороги я не могу помочь мы говорим Владимир Алексеевич только нам не мешайте только не мешайте и вот когда уже все построено он опять приехал но я сдержал свое обещание то есть он не мешал не надо у русского человека талантов хватит как построить и как себя сохранить поверить просто надо в это поверить сверх всякой силы вот у меня сейчас спрашивают ну а в таком возрасте мне 74-й год что самое главное должно быть на чем я должен сконцентрироваться но я себя нашел я тебе могу только подсказать вот я служил в морфлоте МФ две буквы заходим мор флот о каком? я могу сказать когда это нет есть черноморский северный пихогианский пихогианский да из Николаевска на Амуре уже пришлось завершать бухта Ольга далеко там от вас было? а? бухта Ольга бухта Ольга мы не были там около Елизаба были а потом там на Камчатке и вот я хотел сказать об этом в армии морфлот а я после этого чем только не занимался много публиковался в печати стихотворения у меня 3467 стихотворения написано только издание книг и теперь я все оставил все четыре проповеди я говорил каждый раз в храме в течение недели оставилась МФ молитва и форум а как молитва салон 118 164 стих вы возьмите себе его за образец вы его не знаете я процитирую седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей затоуз говорит при множестве забот он находил время семь раз не на масс пять раз как у мусульман а семь раз если праведность ваша не превысит праведность и пеничников полисеев ни один не войдет вот семь раз а что туда ну раз а за раз что уходит я не знаю я не нашел я сам составил как правило серафима это три святое и сто поклонов десять Христу десять Божьей Матери ангелу хранителю Иоанну крестителю Николычу Дотворию всем пророкам небесным силам с апостолами мученикам святителям и женам и девам по десять вот это вот раз уходит примерно 7 минут не менее 7 раз в разное время в день становиться на молитву но если позволяет время будет больше поверьте все меняется внутри лично не хочется сказать представление суда Божия и какая бы неправда где-то не была за суды правды это от Бога Бог знает как Маргарет Тетчер и Рейган безумные будут умирать не знаю где кухня найти где туалет не могут отличить ну болезнь такая есть это от Бога ты не поноси нищего но знаешь за суды правды твоей вот со мной было что Бог позволил мне туда проникнуть это Бог сделал суды праведы я грешный меня надо очистить и он меня перетирает на мелкое ты учишься сегодня ты думаешь быть священником но ты не знаешь ты может быть государственным деятелем будешь а может будешь лежать парализованно как ты намного болящий но заранее настройся на то да не произнесу ни одного слова ропотного буду благодарить Бога он знает кем тебе быть школьки где-то опирать или патриархом у него вымерено и он знает по моей натуре по упрямству по моему по моей неразвитости где мне быть да будет воля твоя вот это самое трудновыполнимое не моя а вы еще записи делали записи записи на магнитофон записи делали да у меня записи только которые я вот насчитал записи которые в интернете на моем сайте стоит это 2500 часов не считая что я всегда ездил записывал беседы отдельно с Александром у меня сидим в мире нет таких бесед почему его убили я ему задаю самые злобные вопросы самые страшные и он на все отвечает даже одно время схватился за мой микрофон ну интервью никогда не задавали вот о нем что-то говорят я еще почти ни разу не встретил чтобы до конца говорили правду а эти вопросы они у меня в аудио выставили на форуме на сайте а в книге двадцатый том у меня открытым оком а это открытым оком у меня серия тридцать книг наши с ним беседы а сегодня к ним обращается как он говорил ну с магнитопона перепечатано а магнитопон то какой тогда был маяк 205 я в мешке с огромным катушкой проводов как в войну телефонист ездил в стране у меня не опубликованы беседы вопросы почти 16 часов с Глебом Якуниным когда узнали про это КГБ приехал подполковник теперь полковник и говорит мы слышали беседу вы не дадите мне нет я не дам вам а у вас тут ну у меня на работе можно он на работе притащился с магнитопоном своим и отдал пленку обычно он когда дежуришь там все закрыто я маленько прилягу я всю ночь не мог прилечь нигде он сидит как сыщ не спит ничего и до утра он прослушал на 8 часов 8 часов 20 минут встал только и сказал да великий мудрец не стал комментировать ничего с отцом Дмитрием Дудко беседу то есть с такими людьми которые еще нигде не опубликованы у меня целый архив тем более это только то что осталось после ареста никогда не бойтесь ни фотографий ничего вот я слышал выражение сейчас скажу приезжал Михаил Масленников может кто знает его он в алтаре у патриарха Алексея 2 снимал все и он сюда приехал и некоторые стали там против а патриарх Алексей 2 сказал не делайте этого пусть все фотографирует это наша история и поэтому он имел доступ до самых тайных мест и приезжал у меня на голубятник кто шел там видели там сооружение такое вот оттуда фотографировал тебе Бог даст друзей жену все у него вымерено не поспешай только доверься ему а вы не поюте тихо шумя у вас нет у вас нет у нас есть регион подживание не слышу не слышу не слышу не слышу слов нет одна музыка не слышу не слышу не слышу не слышу не слышу не слышу amen а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Вам скажу, от силы Бога одному, Ведь только Бог Иисус Христос Страдал за нас и смерть понес. Но показав любви учению, Христос воскрес, и воскресенье Вот это чудес чудесно знает точка. Он воскрес! Нет, 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 И никогда, Господи, я не ссорю, Ахристос воскрес, и никогда, Господи, я не ссорю. Я знаю, что Иисус, предвидит воскрес, И никогда, Господи, я не ссорю. Ахристос воскрес, и никогда, Господи, я не ссорю. Нет, 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 И никогда, Господи, я не ссорю. Ахристос воскрес, и никогда, Господи, я не ссорю. Я знаю, что Иисус, предвидит на землю, И никогда суть, я не сверну, Аллилуйя! Я знаю, что Иисус придет на землю, И никогда суть, я не сверну. Нет, 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 И никогда суть, я не сверну, Аллилуйя! Нет, 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 И никогда суть, я не сверну. Вновь земля рожала, и сотых белоснежных цветений, Зеленее сережки на шелковых ветках берез, Эта новая жизнь подтверждает Твое воскресенье. Это все в честь себя нас послал, и один Христос. Греет ласково земля весеннее, солнце лучистое, И сегодня особенно чист голубой небосвод, Сотворивание сердца такое же, чистое-чистое, Пусть всегда нам живет образ семилерной водки. Слово, чувство, мое. К нам чувство восторга, и верю в Твое воскресенье. Всюду чувствую жизнь, восхищаясь прекрасной весной, И душевная благодарность и благоговение, И святое желание коллеги склонить перед Тобой. Слово, чувство, мальчик склонить перед Твое воскресенье, Слово, чувство, мальчик склонить перед Твое воскресенье. 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 Потому что ты со мной, ты со мной, и с тобою легко мне везде, Ты со мной, рядом радости, рядом и нет, ты со мной, твоей милости вижу вокруг, Ты со мною, Господь, самый лучший мой друг. Творец глобой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, В восторге радости сердечной, вольный гимн тебе поет, тебе цветок благоупаний. Простой полей и шум цветов, пустынь, смиренное молчание, дыхание, буйное ветров, Зари смиренное сияние, ручьяни, тихого ручья, И пени птиц, и льва рыкани, и трупчины, и муравья. Тебе молюсь я с уфованием, я малое дитя земли, Бессмертен я твоим дыханием, ты и моей хвали в нем лим. Бессмертен я твои корсами, и трупчины, и трупчина, и трупчина, и трупчина, и трупчина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто верит, для тех, кто любит, для тех, в чем дети, мы стали воскресенье. Мы стали воскресенье. А теперь песенка свою, да? Да. Боже мой, тебе молюсь, к нёдышко я спать ляжу. Закрани антикотиками, я ведь пленка бороды. Титтили пают, барабушка, титтили пают, титтили пают, титтили пают. Хоть покой, все забоют, все ведь полоте в окраин. Я ведь тоже вараби, ретли, глиблика, люди. Закрани антикотиками, я ведь плошу варабя. Титтили пают, барабушка, титтили пают, титтили пают, титтили пают. Он спокоит, всем доволен, всем констовым окраин. Больше варабили. Больше варабили. Больше варабили. Больше варабили. Теперь... Пусть пациент стоит. Больше варабили. Четчет pueцам. Продолжение следует... 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 о чём-то кричала, просто берёзы ветвями качала, просто под сон выкивал головой, пахло цветами, рекой, цветами, травой, просто долину туман укрывал, звон колокольных поля уплывал, просто и тихую стала деревья, розовым цветом раскрасив деревья, солнышко плавно за лес уходило, но отчего мне так радостно было, но отчего тихопила душа, как моя родина, ты хороша. В этой деревне огни в магазе, ты мне тоску не пророчишь, светлыми звёздами нежно украшена, тихая синие ночь, светятся тихие, светятся чудные, слышится шум в огне, были пути мои трудные, трудные, нежелые печали мои. В этой деревне огни в магазе, ты мне тоску не пророчишь, светлыми звёздами нежно украшена, тихая синие ночь, светятся тихие, светятся чудные, слышится шум в огне, были пути мои трудные, трудные, нежелые печали мои. В этой деревне огни в магазе, ты мне тоску не пророчишь, светлыми звёздами нежно украшена, тихая синие ночь. Кто мне сказал, что во тьме заметеленной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто в этом вы думал друг? В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчишь, светлыми звёздами нежно украшена, тихая синие ночь. До встречи не выходили в кукулесную, а деревне, или после вас. Ну давайте вы, а потом... Сейчас, здесь. Дорогие церкви, я то, естественно, завершая группу нашего хора, хотел бы также поздравить вас с этим днём, для памяти Жон Вереносис, и хотели бы представить вашему вниманию песню «Тихо шумят сады», которую мы посвящаем нашим дорогим, близким к нашему сердцу, горячо любимым женщинам, нашей материальности. Ночь глубокая, тихо шумят сады, только ты не спишь, Мама моя, слышу шапок, но всё повторяешь ты, жаркой борьбе своей, имя моё, слышу шапок, но всё повторяешь ты, жаркой борьбе своей, имя моё. Знаю, слышит Бог, это варенье зародимое чадо Твоё, и в душе моей, с благодарением над обретаю я свет и тепло. И в душе моей, с благодарением над обретаю я свет и тепло. Что бы сделал я, если бы не было испытания рядом Тебя? Мама, ты меня Богу направила, и церковь Божию меня привела. Мама, ты меня Богу направила, и церковь Божию меня привела. Седина уже на лесках Твоих, мама милая, всё это я. Но прошу Тебя, мама, меня прости, что причинял Тебе горести. Но прошу Тебя, мама, меня прости, что причинял Тебе горести. На лице Твоё с детства знакомо, жизнь заставила горе святы. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Да воздаст Господь всем нашим матерям за молитву и за их детей. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Мама, это я, непослушание, ранил не думая, плакала ты. Самоотвержение, есть устав у нас хороший, Постарайтесь соблюдать, как нетрудно вам, Но все же, попрошу вас неравнай, как нетрудно вам, но все, попрошу вас неравнай. Здесь кто хочет поселиться, обещание раздругать, И не пить, не материться, не горит, не барабан. Если что не так у нас, не судите строго, Татьяна ехать для нас небеса дорога. Здесь мы временно живем, странники-пришельцы, Призывает вечность Бог, победитель смерти. Низко-иско подгонимся, став никого в зал, За победу надрудиться, во славу Божью нам, За победу надрудиться, во славу Божью нам. Амилуя! Амилуя! Сиросима говорил, он просит, мы скоро потеряем, что спеетесь. О, он же спел. Про дерево? Нет, нет, там другая была. Помните, как? А, это? Знаете, пьянник, как? Вода, вода потеряем. Вода потеряем. Выпь на залачку, когда беззнаете? Не стану заряженной улицей. Нет, не, не, не. Не стану заряженной улицей. О, у нас слова нового. А, о, 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 о. Субтитры, а не отслава, но не слава, но не слава. Спасибо. 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 Выпали. Светится уже с них ухо. Не ходи еще. Потеряют. Возьми у него. Теплая. Тоже сейчас как-то свитие имеется. Там машину провести. Теплой водой или так возьмешь помыть мы приедем еще и отвечу ну никуда в лагерь, то ж не пойдем дождь когда поедем, так не могу сказать, когда наберем, что-то еще в нашу сколько времени есть, сколько сейчас? не раньше, потому что мы сейчас будем кое-что наберем баба серафима задерживает у нас у нас севера, ровно, камень, где-то知道 три, вон, что это вы знаете, сколько творчество, в городе, в Творче на добычу Спасибо. 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 И запрызгал он сюда. Аппарат. Мне надо вата охот, чтобы это... Это храм, где-то там было. Один, тот другой задерживает. Все надо задерживать. В школу повел его! В школу повел! У него экзамен? Как вы видите? В кайфе, я вам обреждаю. В кайфе, я вам обреждаю. Сейчас на шеробке. Американец, а я вам подарил. Один американец, а у вас такой подарит. И по-моему, вывести даже потеряет. Ну, как вы что? Да. Как посмотрите. Производство там где-то, да? Ну да-да, это будет. Там они пошатся, всякие, и так же страна. Поговорили вот так, что я рассказал о деревне, и он пошел где-то, не знаю, на пользу будет, как тепло от печи. Ученица наша бывшая, сейчас она в Новосибирске, они старовлятся. Надолго вы приезжаете? До вторника? До вторника. Ну пойдемте сюда. У тебя есть? У тройки есть? Нету. Нету? Нету. Потеряйка помогла тебе? Могла. Вот это хлеб наш попустит. Вот это с нуля, а асфальт возили за сотен километров. А там баки, кориши. Пшеница, с которой пирожки нам будут делать. Немного где-то отравлено зерно. Ребята, надо отравленное. Пластыщик, если насчитали, что-то примерно около сотен километров. Да? От сорняков. От сорняков, да, от сорняков. А это на посадку, да? На посев. Отравленное? Отравленное. Отравленное. А это не протравленное, а это специально для посадки. Мыши. Мыши. Да здесь. Ну да. Ворот, мы еще не берете. Сами делали. Сами. 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 Я делал. Сами. Я делал. С теплыми петельщиками. Да, вручную. Вручную. Как мы поднимали эти балки? Да я даже сам это уже савис. Как это? Веревка. Как это? Какие-то, вручную. Ну, а вручную. Какой-то. Это сельский, да? Или отца и не акифа? Ну, а вот. Старус. А, вот. Я вот, когда привез и вы есть, потребительница. Faith. Нет. Нет, нет. Нет. Нет, нет. 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 Потап. Взрывы. Наступицы. Новосибирск, вверх. Выходите. Сказание, вверх, высwrин sliding. А это в мешках мука уже, да? Нет, нет. Это он приготовил на... Здесь гречка затарена для посева и горох. Гречки затарили, что-то. Гречка, горох. Может немножко удается выручить? Ну, так, в основном-то нет. Зерновое оно очень... Ну, так, только что оправдывает себя. Ага, хотя бы. Вот тут на фоне этого крестов надо. Вот тут на фоне. Субтитры делал DimaTorzok 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 Уголь завозят, это всё с нуля, первая палата, вот сейчас зайдёте, тут склад, там половина зерна насыпан. Ну мы после третьего заходим, после третьего облачаемся, а потом заходим в Алтай. В шестой будет в алтаре, будем поминать. Хорошо, синодик взяли, давай, дорогой, в конце третьего дня приглашай меня. Хорошо здесь, но тяжело, наверное, трудиться. Конечно тяжело, батюшкины овцы, с утра до вечера смыкал, говорит мужик. Ну так зато дети при тебе. Мы в своём доме жили всё время, две коровы, четыре свиньи, куры, огород, уголь, дрова, зола, навоз, поливать. Вот всё у батюшки есть, у неё матушка агроном, она сотрудничала много лет с институтом, ну отсюда видать что-то туда, она пчёлом занимается. А это батюшкины овечки, до 100 голов где-то там, пастырь таких овец. Хорошо. Ну здесь ветры, да? Ну, сегодня да, но вообще-то открыто, всё нормально, ничего аномального здесь нет. Это вот зимой, когда мало народу, тут молятся у него наверху. Породистые почтари есть, да? А есть, это крестовые голуби, есть у вас? У меня пять пород было, в одну ночь таланты погубили. У меня тут они все перемешались, ну все породистые. И в городе одна голубя. Есть крестовые голуби, у них голова чёрненькая, хвост чёрненький, это конец хвоста чёрненький и окончание крыльев чёрненькие, крестовые. А вы отца Олепия в Тобольске знаете? Ну, конечно, мой ученик. Голубятник. Мы у него как раз были там останавливались. А который староста в семинаре, вот, а его внук, Владимир, у нас детский коллег, Кирилл. Такой, ну, мужчина солидный, я даже не знаю, у вас владел. То ли Василий. Ну, я увы, он все открыл там, дал ключи там, мы там жили. Вот она песня мастерская в прошлом году была. Мы в прошлом году проехали 240 городов. Везде собрания, люди, как ждут, это надо видеть, как народ и жаждутся. Мы за неделю 70, на свет весенний, пойдём там, пойдём, пожалуйста. Пойдём, пожалуйста. Пойдём, пожалуйста. Пойдём, пожалуйста. В ôмбус! Очень больное. Субтитры подогнали Симон. 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 Моя Нового Завета, я же за мы и за многие изливаемые в оставлении грехов.